В прошлый раз мы разобрали то, как закон защищает простых работяг от злобных пиратов и их желание поделиться со всем миром чужой работой. Но и сами разработчики не столь беззащитны. Их фантазия творила такие жестокие ловушки для пиратов, что любой законодатель обзавидуется. Так что сегодня мы вспомним весь спектр кар для пиратов от повязки на глаз до удаления сейвов на финальном боссе, а заодно узнаем, что такое Диарем и кто такая эта ваша Денува. С пиратской повязкой на глазу бегал Максим Астанин. От неубиваемого Скорпиона сваливал Антон Киреев, а с адской камерой боролся Денис Захарьев. Проверьте подписку и колокольчик, потому что мы вот-вот снова отправимся в плавание. Как и всякие порядочные ребята, разработчики начали свои боевые действия с уговоров. Дело в том, что в 90-х игры часто распространялись по модели Shareware. Первые пару-тройку уровней игрок мог пощупать бесплатно, а за остальные уж как-нибудь заплати. И как раз в призывах это сделать разработчики развлекались как могли. Самой показательной в этой части студии можно считать id Software. В первом Doom они призывали игрока быть мужиком, блядь, и купить полную версию игры, или дальше сидеть с печеньками и молоком. Второй Doom делал еще круче и проверял, не залез ли игрок в еще не купленные уровни. Если таки залез, то игроку грозили судебными разборками и депортацией прямо в ад. Херетик, который только издавался ребятами из id, не оставался в стороне и дразнил игрока, что медузи вроде него такие приключения будут перебором. Есть и современный пример такого подхода. Игра Just Shapes and Beats, содержащая, я бы даже сказал, милое обращение разработчика. В нем говорится, что автор тоже когда-то не мог позволить себе купить игру, и что в такой ситуации можно поддержать разработчиков отзывом или рассказом об игре. Мысль верная, но, к сожалению, далеко не все корсары могут к ней прислушаться. Так что приходится их останавливать другими способами. Одним из этих способов было требование заглянуть в мануал игры, который шел только с лицензионной игрой. Например, квест The Secret of Monkey Island давал головоломку, которую можно было решить только с использованием специального картонного диска из оригинального комплекта игры. Как хорошо, что мы живем в 21 веке, и есть онлайн-вариант этой дичи. Кстати, знаменитый момент из МГС-1, когда Снейка просит узнать радиочастоту с задней обложки диска, это не только очередное ломание четвертой стены от Кодзимы Гения, но и аналогичный способ заставить пирата искать оригинальную игру. Со временем почти все разработчики перешли на неприятные сюрпризы геймплейного характера. Некоторые из них были похожи скорее на веселую шутку, чем на способ защитить игру. Вот, например, с пирателевы Alan Wake или Quantum Break. Добрые финны из Remedy это поймут и всего лишь выпишут главным героям пиратскую повязку на глаз. Ну а что, полный эффект погружения, так сказать. Ну и совсем уж жестокий прикол приготовили в CDPR во втором Ведьмаке. Вот представьте, скачивает любитель халявы игру и запускает ее. Это, конечно, не третья часть, но двойка была тоже шикарной игрой в свое время. А тут еще и интимная сцена начинается. Едва игрок расчехлил свой пеструн, как понял, что коварные поляки заменили красивую мадам на старуху Мриетту Лореда. Геронтофилы, конечно, были в двойном восторге, но у всех остальных, так сказать, встал и вышел. Представляю, злобный хохот разработчика, которому в голову пришла эта жесть. Помимо этого, были еще и неприятные штуки, вроде бегающих за Геральтом кур или неубиваемых пиратов. Но думаю, что все это меркло в сравнении с похотливой старушкой. Но работяги могут и более ощутимо защищать свои доходы с игры. Один из самых известных примеров такой защиты можно встретить в Sirius Sam 3 от Croteam. Ну, как встретить? Он вылетал в лицо игроку в виде взрослого арахноида и навешал ему сочных люлей за все виртуальные грехи. Притом противник был неубиваемым, жутко быстрым и не отлипал от игрока до конца его игры. Я считаю, что для полноты картины ему не хватало только музыки из ужастиков. С ней бы пиратов можно было легко отличить по легкой седине и дергающемуся глазу. Со временем игроки начали даже спидранить эту версию, не то проходя игру на время, не то сваливая от красной злой ёбы. Та же самая Croteam сделала еще одну игру – The Talos Principle. Естественно, там тоже была ловушка для пиратов, причем почти что буквальная. Игрок решал головоломки, втягивался в процесс, наслаждался непотраченной суммой денег за игру и доходил до лифта. Его дверь захлопывалась, подобно клетке, а горе-флебустиеру не было суждено доехать до следующего этажа. В тему серьезного Сэма. В первом Dark Souls была похожая попытка защитить игру. Во времена, когда это был новый, необычный подход к играм, а не очередная порция боли для игроков, многие захотели попробовать свежую игру, в том числе и слитую до релиза. За торопыгами начинали бегать непробиваемые, вкачанные до усрачки черные фантомы. Проблема заключалась только в том, что поскольку это Dark Souls, мало кто вообще понял, что это разработчики так намекают на пиратство, а не просто высыпают очередные неприятности на игрока. С патчем первого дня злобные стражи релиза были удалены из игры, но пострадавшие запомнили этот прикол. Еще один жутко известный пример, который нельзя не упомянуть, это GTA 4. При запуске ничего не предвещало беды, Но со временем машины теряли почти всю прочность, педаль газа была перманентно нажата и самая миметичная, камера начинала шататься сильнее, чем при попытке бухово-школьника снять видео на выпускном. Казалось бы, играть уже невозможно. Но вдруг кого-то не укачало, подумали рокстаровцы, и поломали все компьютеры и гаражи в игре, некоторые сюжетно важные машины, а на одном из роликов и вовсе появлялась бесконечная загрузка. Кстати, подобную штуку хотели завести еще в GTA Vice City. Там тоже геймплей выходил погулять. Прохожие машины больше не существовали, как и обозначения на карте и радаре. Гаражи не работали, снайперские винтовки тоже, значки вроде брони, оружия и покупки жилья не активировались, а вечный дождь нагонял на флебустьера питерскую тоску. И вагон неприятностей поменьше, конечно. Но нас пронесло, потому что пираты не только взломали игру за три дня до релиза, но еще и отключили всю эту хреноту, благодаря чему долгие годы вообще никто не знал о таком функционале в Vice City. Проще, но эффективнее был подход создателей Sims 4. Это сейчас он бесплатный, а на момент выхода это была очень желанная покупка. Так вот, там была цензура, прикрывающая как будто бы не одетого Сима. Например, когда он зашел в душ. Все работало хорошо, но когда Сим выходил из душа, цензурные пиксели начинали следовать за ним. Больше того, эта пикселизация разрасталась все сильнее и сильнее. Я уже не Симс, блин, я Майнкрафт нахрен. Иногда достаточно было отключить всего одну геймплейную фишку. Нужно было только грамотно ее выбрать. Например, в нелицензионной версии Mirror's Edge главная героиня резко приобретала страх высоты, из-за которого не могла делать прыжки между крышами. Казалось бы, сущая мелочь. Ну, кроме тех случаев, когда у вас вся игра про паркур. В Batman Arkham Asylum сделали похожий трюк. В игре про темного рыцаря, вооруженного кучей гаджетов, эти самые примочки нифига не работали на пиратках. На плаще было нельзя парить. Крюк кошка не зацеплялся за уступы, да и в целом игра выглядела слегка забагованной. Например, где-то не было пола, или наоборот, была невидимая стена. Один из игроков пошел жаловаться разработчикам на их кривые руки. А ему в ответ сказали, что вообще-то баг не в игре, а в его моральном кодексе. Неловко вышло. Стрельба курочками в Crysis Warhead — прикол того же рода. Тут особо нечего рассказать, кроме того, что курицы не наносили никому урон. Но я все равно еще скажу вот это предложение, чтобы вы подольше полюбовались на куриный трэш. Некоторые игры любили блокировать прогресс игрока. Например, игра со страшным названием La Abadi del Crimen в одной из первых локаций приветствовала игрока распевистым Аве Мария. Но только лицушников, потому что на пиратов она начинала орать стрёмным замедляющимся голосом, после чего вылетала. Или вот Command & Conquer Red Alert 2. Отличная стратегия, в которую у компьютерного вора было 30 секунд на то, чтобы развить базу, насладиться управлением юнитами, а потом посмотреть, как все взлетит на воздух с надписью Game Over. Ну и совсем энциклопедический пример. Это симулятор разработчика Game Dev Tycoon. В ней нужно было постепенно прокачивать свою студию и проект, вливать деньги в движок, звук, геймплей и прочие ништяки, а потом потихоньку продавать игру, чтобы отбить затраты. Ваш проект расхватывали, деньги шли ручьем. Хех, какая нереалистичная игра. Но потом любители скачать игру с торрента получали необычное сообщение. В нем писали, что ваш проект пиратят как не в себя, и что такими темпами вы скоро станете банкротом. Впоследствии это и происходило, а игрок получал по лицу приличной порции иронии. Ну а кое-кому и этого всего казалось мало. Такие ребята устраивали в своих играх комбо-ад из всего перечисленного. Пример из моего тяжелого детства. Спайра 3 The Year of the Dragon. Игра проверяла, был ли ее код модифицирован, и если конечный результат ее не устраивал, то к пирату в конце первой локации прилетала фея с очень важным сообщением. Спайра, похоже, ты играешь в хакнутую версию. После этих слов в игре начинался сущий кошмар. Постоянное зависание. Здоровье не поднималось выше двух ударов вместо четырех. Собираемые предметы то не появлялись, то сбрасывались. То же касалось уровней спасаемых персонажей. А если вы играли в европейскую версию, то в довеске еще и языки туда-сюда переключались. И это только поверхностно, потому что там еще была куча более детальных и специфичных приколов. Например, был транспорт, позволявший отправиться в новый мир. При его использовании он предлагает неправильный вариант. Отвозил вообще в третье место, а там еще и модельку неправильную подгружал. В общем, игра просто превращалась в кучу забагованного говна, в которой корректно не работало практически ничего. Однако самая жесть ждала в финале, о чем могут помнить зрители старого ролика про пиратство на PS1. Игрок заскакивал к финальному боссу и начинал сражение. Но при малейшем приближении к пушкам, которые надо было использовать против босса, игра молча отправляла его в самый старт игры с полностью сброшенным прогрессом и затертым сейвом. Стоит отметить, что от этого спасало наличие двух файлов сохранения, поскольку игра жестоко расправлялась только с текущим. Как нетрудно догадаться, в свое время я выяснил это опытным путем, раза три пройдя круги этого глючного ада заново. Самое обидное, конечно, что у нас, других версий в принципе на рынке не было. Но что делать? Такие особенности СНГ-гейминга. Похожую штуку в миниатюре проворачивала игра Earthbound. Если она обнаруживала в себе следы пиратства, то игроку в геометрической прогрессии начинали подкидывать все более и более сложных противников. Но, естественно, упорство игроков позволяло с ними справиться. И все ради того, чтобы зависнуть на финальном боссе и тоже обнаружить удаленные сейвы при рестарте. Еще одни любители свести игроков с ума — это студия Bohemia Interactive со своей системой защиты Fade. В нелицензионных играх серии Arma и Operation Flashpoint можно было некоторое время играть и получать удовольствие от процесса. Но постепенно игрок как будто просирал свой скилл, мазал, умирал чаще, транспорт становился менее управляемым, а противники более крепкими. Причем даже во вполне себе доступном мультиплеере. Естественно, это не игрок разучивался играть, а хитрые разработчики начинали закручивать гайки. Если игрок продолжал наслаждаться косплеем имперского штурмовика, то камера начинала плясать, изображения размываться, а на весь экран мог вылезти логотип игры. А в некоторых играх серии халявщик в итоге превращался в чайку, которая могла только летать и читать сообщения в чате, гласящие «Хорошие птички не улетают из этой игры, так что можешь винить лишь себя». Звучит как хороший способ поймать депрессию на почве пиратства. А в некоторых играх ловушки для пиратов работали не на то, чтобы испортить геймплей, а именно чтобы поймать нелегало с поличным, как было с Бэтменом. Например, авторы файтинга «School Girls» в конце сюжетной кампании показывали сообщение, чему равен квадратный корень из рыбы. Теперь мне грустно. Один из недумевающих игроков написал в Твиттере сообщение с просьбой пояснить за рыбную математику. Разработчики ехидно объяснили, что такое появляется только на взломанных версиях игры. Дело закончилось мирно, игрок приобрел лицензионную копию. Ту же штуку провернули в Гаррис Мод. У пиратов в какой-то момент высвечивалась ошибка с длиннющим номером. На форумы тут же посыпались сообщения про эту ошибку, номер в которой оказался айдишником Стима. Итак, Гэри Ньюман поймал 2500 пиратов за 15 часов. Иногда ловушки направлены на то, чтобы подловить вас и пригласить на наш бусти. Вот и сейчас напоминаем, что всего за 100 рублей в месяц вы можете подписаться и не только поддержать нас, но и получить доступ к куче эксклюзивных роликов без цензуры. Еще с помощью бусти можно попасть в наш телеграм-чат с командой и множеством замечательных людей. И чем больше будет это множество, тем быстрее мы начнем работать над нашими роликами из наших же целей. Мы, наконец, набрали 3000 подписчиков и записали нашу версию трека Get Low. Дальше на очереди 5000 и 10-часовой ролик с хвальбой шестого Фар Края. А с расширенной подпиской вы еще и сможете заценить подкасты с нашей командой. И все это, как водится, по ссылке в описании. Имелись и разработчики со специфичным чувством юмора. Например, создатели Капхеда почти никак не меняли игру при ее взломе. Отличить пиратскую версию можно было только по саундтреку в главном меню. Если в стандартной версии играла привычная всем песня про двух друзей и их эпическую неудачу, то для халявщиков звучала криповая музыка. Ну, стремно и стремно, подумали все, пока кто-то не додумался заценить спектрограмму этого произведения. А там... Думаю, кто-то явно выплюнул чай, когда впервые обнаружил этот сюрприз. Надеюсь, вы не смотрите этот ролик перед сном. В противном случае, доброй вам ночи и приятных сновидений. Забавная история вышла с Kingdom Come Deliverance. У игры не было диарем-защиты, так что пираты радостно на нее накинулись. В первый же день релиза команда Codex выложила на торренты поломанную версию игры, да еще и сделала красивый гайд по установке. Студия Warhouse Studios посмотрела на него, поблагодарила ребят, после чего распечатала гайд в качестве постера для своего офиса, начала его продавать в качестве мерча, а спустя некоторое время и вовсе раздала игру в Epic Games Store. В общем, вместо удачного взлома случились боль и унижение. Продолжать этот список можно до бесконечности. Самое главное и смешное вспомнил. Оставшиеся вы всегда можете накидать в комментарии, мне самому будет интересно почитать. А дальше стоит сказать, что разработчики не только сами строили ловушки пиратам, но и пользовались специальными техническими средствами, той самой DRM-защитой. Аббревиатура расшифровывается как Digital Rights Management, то есть управление цифровыми правами. В отношении видеоигр под этим обычно понимают спектр средств проверки лицензионности. Например, банальное требование вставить оригинальный диск в привод тоже сюда подходит. Из менее приятных методов можно вспомнить раздражающую абсолютно всех активацию кода с ограниченным количеством установок. Примеров факапов с этой штукой было много, но самый показательный из них — это спор. Проверка лицензионности была настолько адская и требовательная, что игру пирателей не потому, что йо-хо-хо и не заплатил денег, а банально из-за более удобного запуска игры. Иронично, но получается, что защита от пиратства подтолкнула пользователя использовать взломанную версию. Другой неприятный способ защитить игру — это требование постоянного подключения по интернету. Минусы этого мы можем видеть на примере Близзарда. Постоянные очереди на серверах, падение последних, пинг и прочие радости жизни преследуют каждую новую игру, даже если она не то чтобы прям сетевая. Это ещё хорошо, что распространение интернета перестало быть проблемой. До сих пор помню, как прохождение Diablo 3 улетело для меня на долгие годы вперёд, потому что пытаться запустить её на тарифе того времени было либо бессмысленно, либо дороговато. И, конечно, нельзя не разобрать специальное программное обеспечение, направленное на защиту других программ. Самое адовое из них, а именно Star Force, я успел наругать давным-давно в ролике про пиратство на ПК. Да. Думаю, бухтеть на него по второму кругу здесь нет смысла даже в историческом плане. Лучше будет рассказать о Securom, аналогичном продукте от Sony. Обычно принято ругать его за повышение интереса хакеров к продукту при не особо надёжной защите. Но нюанс был вот в чём. В отличие от Star Force, который был похож на злобного вахтёра, бухтящего «Чё-то я этот диск ни разу не видел!», Securom руководствовался принципом не мешать пользователю работать с продуктом. Поэтому эта технология запомнилась не столько болью игроков, сколько фейлами и скандалами вокруг неё. Например, та же GTA IV была защищена не одной лишь пьяной камерой, но ещё и Securom. Вот только защита была не столько от копирования, сколько от модифицирования файлов. А вбухали на это много миллионов денег. Или взять Крайзисы. Первую часть взломали за два дня, третью — за три. Ну, хотя бы слив в сеть не произошёл, как со второй частью этой серии. Второго Ведьмака вообще за несколько часов поломали. Но самый известный факап числится аж 2005 годом. Система от Sony тогда обороняла не только игры, но ещё и диски с фильмами или аудио. Защиту адаптировали для них, и впоследствии выяснилось, что вместе со всем этим добром к пользователю попадал ещё и RootKit — набор программных средств, которые могут скрытно делать на компе всё, что захочется. Причём в этом случае RootKit ещё и был дырявым, поэтому слово «захочется» относилось в основном к хакерам. Ну и в качестве бонуса там ещё и был нелегально использован код программы Lame Encoder, предназначенный для копирования аудио. Ага, в защите от пиратов с пирателекод. Но что Star Force, что Securum, что более мелкие диаремки ушли в прошлое, оставив место для последней выжившей системы защиты. Речь, конечно, о всеми любимой Денува. Вообще формально это не диарем, а штука, называемая антитемпер. Разница в том, что Денува не проверяет подлинность игры, а не даёт доступ к определённой части её кода. Для этого она использует старую добрую виртуальную машину. В ней защита шифрует защищаемый файл, потом дешифрует, зашифровывает по-новому и, разумеется, жрёт тонну ресурсов для этого. Система достаточно мощная, сложная, а разработчики старательно залатывают её дыры, в отличие от насквозь дырявого Securum'а. Но увой игроков про сниженный фреймрейт игры, нагрузку на комп и прочие неприятности уверен донёсся до каждого из вас. Если вы подумали, что это действительно непробиваемая защита, с которой даже опытные хакеры еле справляются, то это не совсем так. Например, Star Wars Jedi Fallen Order продержался всего 4 дня, и это при последней версии Денувы и защиты от Ориджин. На свежей Хогвартс Легаси ушло всего 13 дней. Assassin's Creed Odyssey продержался месяц, а его DLC — второй месяц, и это весьма неплохой результат. Однако, если вы подумали, что Денува — это бесполезный кусок кода, то и в этом вы будете неправы. Вот взять Just Cause 3. 250 дней не могли к нему подступиться. Lords of the Fallen продержался ещё дольше — 272 дня. Just Dance 2017-го, пусть не назвать самой популярной в мире игрой, но Денуву в ней до сих пор не взломали, что даёт ей на данный момент чуть меньше 2400 дней. Впрочем, найденный мной топ принадлежит другой системе защиты, однако его тут нельзя не упомянуть. Встречайте. Star Wars Galactic Battlegrounds. Возможно, что всем было просто пофиг на игру, но так или иначе она продержалась без взлома 4443 дня. Десять лет работала её защита, а потом кто-то пришёл и всё испортил. Ты всё испортил! Ты всё испортил! Так вот, к чему я? Денува, как и другие сегодняшние примеры защиты игр, просто делают свою работу. Оттягивают время, пока пираты не украдут игру, чтобы её покупка оставалась актуальной только для порядочных игроков. И как мы сегодня выяснили, из-за этого могут возникать не только проблемы, но и смешные ситуации. Примеры этого можно разбирать бесконечно. Так что вновь приглашу вас принести ещё больше их количества в комментарии. Лайки и комменты тоже тепло приветствуются. Время до нового ролика можно скоротать в наших соцсетях. Телеграм, Дискорд, ТикТок, Твич, ВК и, конечно, Бусти. Там пролетит неделя, и я расскажу про ещё одну интересную пиратскую тему. А до тех пор попутного ветра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова